здравствуйте мои дорогие ребята сегодня у нас как впрочем и всегда просто замечательная и очень полезная тема сегодня поговорим о приеме соды и вообще о таком понятии как кислотная и щелочная среда внутри нашего организма поехали ребята но перед тем как мы приступаем к ответу на этот замечательный вопрос я призываю вас присоединяйтесь к моему по геморфону где мы будем работать и трудиться над своим телом и своим здоровьем в течение целых трех недель ребята ближайший по геморфон стартует уже 17 июня а уже в это воскресенье поэтому если вы еще не отправили заявку обязательно делайте это что такое по геморфон под моим видением вы найдете перейдя по ссылочке здесь поехали отвечать на вопрос друзья мои главный принцип кислотой и щелочной среды заключается в следующем что вы в здравом уме в здравом рассудке стараетесь держать ваш уровень ph ваш уровень кислотности в районе 7-7 с половиной все зависит еще от индивидуальных наклонности и склонности но возьмем за средний показатель 7-7 с половиной он естественно может варьироваться 7 и 2 7 и 3 74 не имеет значения в данной ситуации когда вы употребляете алкоголь когда стрессы когда табакокурение когда некачественные продукты когда тренировки между прочим тогда организм закисляется и его ph понижается это приводит к понижению иммунитета это приводит к не очень хорошим последствиям в долгосрочной перспективе об этом не так часто говорят люди более молодого возраста потому что у человека в возрасте до 50 у него проблем с кислотной и щелочным балансом не наблюдается в принципе но по опять же так часто задаваемому вопросу о профессор неумывакене вами мои дорогие друзья он заявляет что после определенного возраста в его изысканиях процесс восстановления из кислоты в щелочную среду затормаживается поскольку старость и с этим я абсолютно согласен поэтому профессор неумывакен в его видео рекомендует использовать соду для откисления для ощелачивания среды я же считаю в этой ситуации что прием соды безусловно допустим но есть намного более щадящие способы или мы можем их назвать более гуманные способы облагораживания либо же откисления своего внутреннего уровня ph друзья мои в первую очередь я рекомендую использовать воду ребята вы используете воду вот такого характера щелочную это чешская вода которая не совсем распространена в остальных частях мира это карловарская очень крутая щелочная вода которая просто потрясающе борется с кислотностью вашего организма также я использую например магниевую воду она работает как успокоитель нервной системы но о ней мы поговорим еще обязательно в дополнительных видео это тоже потрясающая вещь но когда мы говорим о щелочной воде самые распространенные щелочные воды которые доступны практически всем это ясентуки 4 и 17 это боржоми друзья мои и это поляна квасова это супер крутая доступная всем вода которая имеет щелочные свойства которая будет бороться с закислением организма пускай у этой воды не такой высокий уровень ph как у например воды стакане теплом воды в котором растворили ложку соды там уровень ph будет 9 здесь уровень ph будет 7 7 с половиной он практически нейтрален но баланс минералов просто невероятный я всегда рекомендую если нет особых проблем с ацидозом с окислением закислением вашего организма то не стоит употреблять в больших количествах соду в принципе вы можете прекрасно справиться вот такой потрясающе полезной минеральной водой которая дает вам и ощелачивающий эффект и минерализирующий эффект потрясающе ребята всегда отдавайте предпочтение настоящей минеральной имеется ввиду не газированной искусственной или не газированной а и минеральной настоящей воде из источника она может быть в стекле она может быть в пластике она может продаваться в аптеке она может продаваться в обычных магазинах всегда смотрите на серию номер партии на год стандарт если это боржом он может быть также в стекле и также в пластике всегда ребята выбирайте воду только в тех местах которым вы доверяете, потому что очень много подделок. Вот и весь фокус с водой, ребята. До тех пор, пока у вас нет этих проблем с закислением организма, вы не будете сталкиваться с борьбой с этой проблемой. Но лучше всегда бить наперед. В этой ситуации я даже вам рекомендую, ребята, использовать щелочные воды как инструмент антистрессового характера, как инструмент расслабления вашей нервной системы, как магниевая вода. Вообще вода это самое лучшее лекарство от большинства болезней для здоровья мочево-половой системы, для здоровья ваших костей, ваших суставов, для здоровья организма в целом. Организм это потрясающий, суперсбалансированный инструмент, который эволюционировал сотнями тысяч лет. Если давать организму в пищу здоровые и правильные продукты, сбалансированные, если давать организму в питье здоровую, полезную воду, то не просто хрень из-под крана, которая травит вас. До ста лет вы можете дожить легко. Главное, друзья мои, подходить всегда к процессу тренировок, питания и здорового образа жизни с огромным умом. Спасибо вам огромное за ваши замечательные вопросы. Если, ребята, вы не задали еще ваш отличный вопрос, пишите его в комментариях под этим видео. Мы отвечаем на каждый и читаем каждый вопрос. Спасибо, мои дорогие. Мы двигаемся только вперед.